Добрый вечер в эфире итоговая программа неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей рабочей недели в начале по традиции основные темы выпуска. Пропавшая семья нашлась буквально два часа назад. Поступила информация о том, что грибники, блуждавшие больше пяти суток в лесу, найдены. Танкисты города соединили силы. Опытные короли бронетехники Тагила учат молодое поколение. Знания передают в честь грядущего праздника Дня Танкиста. Новый Тагил – светлый город. Программа сети уличного освещения реализуется полным ходом, что уже удалось сделать и каковы перспективы. А теперь обо всем по порядку. Пропавших грибников нашли все живы. Более пяти суток семья тагильчан провела в лесу. Напомним, 1 сентября супруги Кокшаровы с дочерью отправились за грибами. Место выбрали неблизкое, их машину нашли в районе Серебрянского тракта. Лес прочесывали порядка 70 человек. Спасатели, волонтеры, сотрудники Гувсин. Там работала мать семейства. К поискам была привлечена авиация. Очень сложно проходимая территория. И в принципе, вот, ну уже не первый день идут поиски. Поэтому отслежены все те маршруты, по которым можно пройти. Потому что там уже есть болото, по которым точно не пройти. И как бы эта часть уже не рассматривается. А рассматриваются наиболее вероятные пути следования. Семью нашли сегодня около шести часов вечера. Все трое живы. Есть признаки переохлаждения. Люди в подавленном состоянии. Семью привезли в Нижний Тагил. Их осмотрят медики. И станет ясно, нужно ли их помещать в больницу. Других подробностей пока не сообщается. Дмитрий Лошагин арестован. Известного фотографа, который подозревается в убийстве своей жены, тагильчанки модели Юлии Прокопьевой Лошагиной взяли под стражу на два месяца. До 3 ноября. Буквально час назад судья огласил свое решение. Напомним, тагильчанка Юлия Лошагина пропала в конце августа. Позже ее тело нашли с признаками насилия в лесополосе под Первоуральском. Ее муж пока единственный под подозрением следователей. Лоб в лоб со смертью на центральной улице Тагила сегодня разбился насмерть 22-летний водитель ЗАС Шанс. На большой скорости он вылетел навстречу и не уворачиваясь от столкновения влетел во внедорожник. Водитель ЗАЗа погиб сразу. Удар оказался такой силой, что его тело пришлось доставать, используя электропилу. Попутчика погибшего увезли с тупой травмой живота. Такой же диагноз и у шофера Грейт Волк. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, куда так спешил виновный водитель. А также отправили на экспертизу мешок со странным содержимым. В авто погибшего нашли вещество, внешне похожее на наркотик. После инцидента руководство ГИБДД собралось на совещание, чтобы обсудить нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Пригласили и журналистов. Правила дорожного движения станет тяжело нарушать, особенно в Нижнем Тагиле. Грядет реализация проекта «Безопасный город». У нас появится 40 передвижных комплексов, которые будут отслеживать не только скорость движения авто, но и нарушение предоставления преимущества на дороге, а также выезда за стоп-линию. Водители пока недостаточно серьезно воспринимают нововведения, которые вступили 1 сентября, говорят в ГИБДД. Накануне состоялся первый теоретический экзамен для тех, кто однажды права имел, но их лишился. Из 20 бесправников на проверку знаний пришли только двое. И вновь двойные квитанции. Их уже который месяц получают жители домов 22 и 24 по улице Юности. Со своей проблемой они обратились к главе города. Как выяснилось, ее решение зависит прежде всего от них самих. В ситуации разбирался Алексей Алексеев. Управляющая компания Дзержинского района или Уралгазспецстрой. Кому обслуживать 22 и 24 дома по улице Юности? Мнения жителей разделились. Ссылаясь на решение собраний жильцов, обе стороны настаивают, что правильный выбор сделали именно они. Управляющие компании Дзержинского района приходили ко мне три комиссии. У меня текла крыша, у меня грибок, я на девятом этаже. Было три комиссии и ноль работы. По одному звонку, просто по звонку я даже в компанию не пришла, Уралгазспецстрой. Ко мне пришли люди и сделали все. Короткие сроки. Отказ части жильцов от услуг управляющей компании Дзержинского района и заключение договоров с Уралгазспецстроем и стал причиной неразберихи. Она, в свою очередь, привела к конфликту. Мы были раньше в управляющей компании. Нам, как они работают, нам нравится. Мы что требуем, они нам делают. Управляющие Дзержинского района. Так что у нас просьба такая, оставьте нас за управляющей компанией. С января прошлого года квитанции об оплате коммунальных услуг стали приходить от двух компаний. Оплачивают их люди по выбору. И те, и другие коммунальщики, а также поставщики ресурсов не досчитываются денег. В ситуации приехал разбираться начальник управления по ЖКХ администрации города. Вот в вашем обращении вы пишете, что безразличие в администрации района гордит наши проблемы. Смею вам сказать, что далеко не так. И администрация района, и администрация города. В первую очередь мы обеспокоены наличием двойных квитанций. Валерий Кузьминых предложил два варианта. Заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и выбрать, кто будет обслуживать дом, либо отдать предпочтение муниципальной управляющей компании. Предложения услышаны не были. Судя по всему, если не возобладает здравый смысл, противостояние продолжится. Алексей Алексеев, Александр Мешков, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Специально для программы недели в Тагиле. Танкисты города соединили силы. Опытные короли бронетехники Тагила учат молодое поколение. Знания передают в честь грядущего праздника – Дня танкиста. Почему, в свою очередь, подрастающее поколение мечтает о небе, Элина Терехова узнала. Он не привык смотреть на него, как на макет. В бронетехнику главный специалист конструкторского бюро играет по-взрослому. Уже полсотни лет Николай Молодников колдует на Т-72, чтобы совершенствовался и грязи не боялся. Танкисты – это очень сложная, высокотехнологичная боевая машина. Для того, чтобы она состоялась, нужно досконально все это дело увязать в одной небольшой коробке. Вот и с Никитой случилось тоже. С детства манят большие машины. Только не война заразила. Дед. И, подобно Николаю Молодникову, юноша устремился к мечте. Уже студент второго курса машиностроительного техникума. Все нравится, очень интересно. Пошли специальные предметы на этом курсе. Как бы меня все устраивает. Очень захватывающая такая пресса. Но одной учебы мало, говорит. Мечта велела прогулять. Законно. Вместе с 50 сокурсниками. Пришли на ОВЗ встретиться с теми, кто всю жизнь создает броню страны. Требования, они, как бы специалисты, будущему, они закладываются именно при окончании учебного заведения. Что нужно? На мой взгляд, первое, серьезное отношение к профессии. Секретов, говорит, много. Но ведь и встретиться еще не раз. Впереди три года учебы в техникуме и традиционные беседы о профессии со специалистами на ОВЗ. Никита, в свою очередь, завладев мечтой стать танкистом, уже придумал новую. Теперь она с крыльями. Из броневой машины он мечтает пересесть в военный самолет. Елена Терехова, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Выход из экономического кризиса будет искать в течение трех дней молодежь. В лагере «Золотой лук» стартовала очередная встреча молодежной школы новой экономики. Почему после полученных знаний участники на мир смотрят по-другому, выяснял Алексей Южанин. Влад Кутовой попал на первую встречу школы новой экономики случайно. Предложила преподаватель курса психологии в педагогическом колледже. После трех дней понял, после услышанного жить по-старому невозможно. Так что на вторую и сегодняшнюю встречи звать его уже не пришлось. Получаешь от этого колоссальный взрыв мозга. Потому что, ну, это нереально все осознавать сразу же. То есть проходит первый-второй день, у тебя такое чувство, что мозг в черепной коробке пульсирует, а не просто живет спокойно. Участники молодежной школы новой экономики встречаются три раза в год, уже восемь лет. На трехдневных выездных собраниях молодые люди обсуждают самые разнообразные проблемы. От гендерных различий до мировой политики и экономики. Участники пробуют примерить на себя необычные роли. Сегодня, например, они делятся на группы «Спрос», «Рынок» и «Труд». Пропустив через себя эти понятия, ребята смогут по-другому оценить экономическую ситуацию в мире и свое место в нем. Несмотря на игровую форму, участники в течение трех дней в интенсивном режиме будут искать выход из ситуации, имеющей под собой реальную основу. Тема встречи – мировой экономический кризис. Идеологи необычного направления приехали из Москвы, Екатеринбурга и Березовского. А слушателей – почти 60 человек со всей Свердловской области. Первые ставят проблему, а вторые, разбившись на группы, пытаются найти решение. Сегодня со всей области к нам приехали молодежные лидеры с различных предприятий, просто люди, которых волнует эта тема. Полученную информацию, признаются участники, приходится укладывать в голове еще неделю. Тем не менее, те, кто приехал хотя бы второй раз, уже записываются на следующую встречу. Она будет в ноябре. Алексей Ежанин, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Это были новости пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. Впереди обзор новостей рубрики «Новый Тагил» и прямая речь с заместителем главы города по жилищно-коммунальному, городскому хозяйству и строительству Константином Захаровым. Не переключайтесь. В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Алла Кузнецова и мы продолжаем. На очереди обзор новостей недели. Какие события попали в объектив, предлагаю вспомнить прямо сейчас. День знаний отметили в понедельник. Впервые за много лет его перенесли на День вперед. Учеников девятой школы, где был проведен капитальный ремонт кровли, поздравил глава города Сергей Носов. Теперь на дорогах лучше не нарушать. С первого сентября многократно выросли штрафы. Минимальная сумма 500 рублей. Максимальная 50 тысяч. Восстановление Демидовской дачи близится к завершению. Она станет филиалом музея-заповедника «Горнозаводской Урал». За полтора с лишним века здание неоднократно перестраивалось. Пожалуй, его новый облик окажется наиболее привлекательным за все время существования. Чего стоит хотя бы медная кровля. Потоп в квартире. С начала лета жители дома по улице Грибоедова пытаются выжить в непростых погодных условиях. Верхние этажи постоянно затапливает во время дождя. Коммунальщики три месяца не реагировали на обращения жильцов. Дом художника атаковали птицы, прилетели, искусство ради. Они главные герои выставки, которую привезли орнитологи из Челябинска. Тело молодой девушки, найденное недалеко от Первоуральска, опознано. Это действительно тагильчанка Юлия Прокопьева-Лошагина. Известная модель, пропавшая почти две недели назад. По подозрению в убийстве арестован муж девушки. Сергей Носов вручил в среду традиционную премию Амоса Черепанова. В этом году число претендентов на награду оказалось рекордным. 18 из 11 образовательных учреждений. Премию достоин 11-классник Олег Тимофеев. Неметаллические природного происхождения на тагильских дорогах появились оригинальные крышки от люков. Пеньки закрывают колодцы во дворе 33-го дома по Карла Липнихта. Коммунальщикам не хватило средств на традиционные крышки. Престиж рабочих профессий повышают на Уралхимпласте. В гости пригласили электромонтеров химических предприятий со всего региона. Не знакомиться, соревноваться. Победу с большим отрывом одержал сотрудник Уралхимпласта Игорь Панов. Висит груша, а точнее несколько десятков плодов. На проспекте Ленина отменный урожай груш. Обильно плодоносит на удивление прохожим дерево напротив центральной аптеки. Тагил будет светлым городом. В этом уже сомнений нет. Реализация приоритетной программы «Светлый город» идет полным ходом. Что уже удалось сделать, каковы перспективы, какие проблемы возникают. Об этом в рубрике «Новый Тагил». В конце апреля Владимир Путин принял в Кремле делегацию тагильчан. Жители Нижнего Тагила просили президента помочь сделать город безопасным, светлым, улучшить работу городского трамвая, отремонтировать драматический театр. Владимир Владимирович поддержал инициативы тагильчан и главы города Сергея Носова. Город получил новые возможности. Нижний Тагил. Замена и ремонт светильников, опор, кабельных трасс наружного освещения – одно из направлений работы по программе «Светлый город». В августе подрядчикам удалось сделать больше, чем было запланировано. В эксплуатацию введены не 11 объектов, как предполагалось, а 16. Из значимых объектов, из таких сквозных улиц магистрали, можно назвать, например, улица Серова, Челюскинцев, есть объекты по освещению тех кварталов, где раньше вообще не было освещения. То есть Дунайско-Азовское. Там сейчас присутствует освещение, соответствующее всем нормам, которые только на данный момент существуют. По программе «Светлый город» за три года 500 улиц Нижнего Тагила и 18 сельских населенных пунктов муниципального образования получат новое освещение. На эти цели предусмотрено потратить около полубиллиарда рублей. В этом году расходы составят примерно 200 миллионов рублей. В конце августа началась работа по монтажу автоматизированной системы управления. Смонтирован пульт, диспетчерский пульт. Начался монтаж шкафов управления уличным освещением. В настоящий момент часть объектов, часть улиц уже управляется в автоматизированном режиме. То есть с использованием современных шкафов управления. Шкаф управления наружным освещением включает и отключает свет по заданной программе в соответствии с оптимальным графиком. Дополнительный контроль режима освещения и справности работы всех элементов после пуска комплексной автоматизированной системы управления сможет осуществлять диспетчер. На сегодняшний день, да, самое главное, завершены все проектные работы. То есть у нас получены все необходимые заключения, экспертизы. Ну и, в общем-то, сама работа уже находится в активной фазе исполнения. То есть буквально сегодня мы рассматривали ход выполнения. То есть мы идем в графике и по замене уличного освещения, и по строительству новой системы управления. Замена светофоров и установка дорожных знаков со светодиодной подсветкой еще один пункт программы «Светлый город». Запланированная в этом году работа по нему выполнена. Установлено более 130 светофорных объектов, в том числе на 10 перекрестках. Начался монтаж архитектурной и декоративной подсветки драматического театра и храма Александра Невского. Завершить его собираются к концу сентября. Заказчик выполнения работы идет нам навстречу, помогает. Ну и, соответственно, есть поддержка со стороны администрации. Для того, чтобы мы в максимально сжатые сроки могли выполнять те задачи, которые поставлены перед нами в программе «Светлый город». Немаловажно, что оборудование, которое устанавливается на всех объектах, энергосберегающее. Проведенные замеры показали, что потребление электричества удается значительно сократить. Соответственно, при его эксплуатации сократятся расходы городского бюджета. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». О реализации других приоритетных проектов. Теплый город, чистый город, ремонт дорог и замена лифтов. Поговорим с гостем рубрики «Прямая речь» заместителем главы города Константином Захаровым. Не переключайтесь. Гость рубрики «Прямая речь» сегодня заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному городскому хозяйству и строительству Константин Захаров. Добрый вечер, Константин Юрьевич. Добрый вечер. Константин Юрьевич, ну начнем, наверное, с самой горячей, может быть, на сегодняшний день темы. Это отопительный сезон близится. Буквально через неделю он должен начаться. Расскажите в Нижнем Тагиле, как обстоят дела с подготовкой к зимнему сезону. Насколько готовы теплосети? Ну, не только тепловые сети мы готовим к отопительному сезону, но и в первую очередь теплоисточники. Ну и жилищный фонд тоже должен быть готов к приему тепла. На сегодняшний день, ну, по жилищному фонду у нас порядка 91% значит, сданных теплоузлов, подготовлены паспорта готовности зимней. Управляющие компании отчитываются не только перед администрацией города, но и перед государственной жилищной инспекцией о проделанной работе. Теплоисточники тоже на сегодняшний день, значит, закрывают паспорта готовности к отопительному сезону. И у нас нет никаких опасений, работает комиссия по приемке тепловых источников. Ну и по тепловым сетям, значит, это был, ну, беспрецедентный, наверное, случай за последние годы. То есть мы, благодаря, в первую очередь, программе «Теплый город» нам удалось проценты отремонтированных тепловых сетей по протяженности, значит, приблизить к 5%, что, в общем-то, ну, фактически является нормативным, скажем так, процентом по подготовке или по ремонту ежегодно тепловых сетей к отопительному сезону. Бюджетные учреждения как готовились к отопительному сезону? Ну, в этом году первый раз, наверное, по крайней мере, здание образовательных учреждений, дошкольных, школьных, готовила муниципальная управляющая компания, значит, совместно, конечно, с администрациями этих учреждений. То есть тоже точно так же теплоузлы все сданы, в общем-то, все школы, детские сады, ну, и вообще все учреждения социальной сферы готовы к приемке тепла. Определена ли дата подачи тепла? Из чего будет исходить? Из среднесуточной температуры в городе, либо уже какая-то конкретная дата? Ну, традиционно, значит, для нашего региона и область следит за этим, что, ну, так вот, где-то ориентировочно 15 сентября считается датой отопительного сезона. Ну, поскольку 15 сентября в этом году попадает на воскресенье, ну, 16 сентября готовим постановление о том, что начинается отопительный сезон. То есть 16 сентября начнем уже финишное заполнение тепловых трасс, мы начнем переходить от схем теплоснабжения, значит, с летнего на зимние варианты. То есть, ну, 16 числа начнется эта большая работа. По нашему городу срок заполнения системы сколько обычно уходит? Ну, я думаю, что 2-3 дня для того, чтобы, в общем-то, заполнить систему, перейти на нормальный режим работы уже по зимнему варианту, по зимнему контуру. Но вообще, конечно, работа довольно такая емкая, связанная с регулировкой режимов, параметров. Тут задействованы будут и все управляющие компании, потому что, ну, уже фактически от каждого потребителя, от каждого дома, да, будет зависеть, как будет работать система, как она будет балансироваться. Но я думаю, что, наверное, до конца сентября месяца, да, то есть общими усилиями как раз мы отбалансируем всю систему и, в общем-то, будем готовы встречать уже холода. Как обычно, в социальные учреждения, да, сначала тепло будет запущено, детские сады, школы. По этой же схеме, да, значит, детские сады, школы для того, чтобы, ну, даже несмотря на то, что вот бывает так, что жалуются о том, что вот температуры еще не совсем низкие, да, но необходимо, чтобы здания просохли, чтобы системы встали на штатный, еще раз говорю, режим для того, чтобы выпустить воздушные пробки, отработать все режимы, поймать гидравлику. Поэтому эту работу они лучше всего делать до наступления холодов. Ну и расскажите, как обстоят дела с поставщиками ресурсов? Ни для кого не секрет, что горожане имеют задолженности за услуги ЖКХ. Не может ли в этот момент помешать? Ну, абсолютно, здесь нет никаких опасений, да, топительный сезон, мы 16 числа начнем. Хорошо, ну, а в целом, если вы готовы говорить, вот долги населения за услуги ЖКХ, какие-то меры принимаются, чтобы погасить задолженность? Сейчас летний период, зимой будут цифр в квитанциях намного больше. Ну, к сожалению, этот бич не проходит, да, есть у нас, ну, по различным причинам, да, есть, конечно, и системные неплательщики, но вот на сегодняшний день законодательство, законодательство, значит, ну, начиная от Конституции, конечно, жилище является, или государство гарантирует, да, этого. Но ситуация у нас какая, что все-таки пока не изменится законодательство, и гражданин не будет во всей своей, во всех своих гражданских правовых отношениях отвечать всем своим имуществом, в том числе и жильем, да, я думаю, что пока вот довольно сложно сдвигается. То есть мы работаем и судебными приставами, есть очень много судебных решений по взысканию задолженности, да, но, к сожалению, я говорю, что вот есть ряд системных неплательщиков, ну, с долгами очень приличными суммами, но, тем не менее, работаем, взыскиваем. Хорошо, и еще одна актуальная тема для города, это ремонт дорог, уже в завершающую стадию, да, я так понимаю, что по ремонту дорог, давайте об основных вот ремонтных работах поговорим, об основных развязках. Улица Красногвардейская, вот это кольцо, оно было предварительно сдано, сейчас Красногвардейскую вновь закрыли на несколько дней, в связи с чем? Ну, кольцо уже ушло в прошлое, да, как вы заметили, да, это у нас крестообразный перекресток на сегодняшний день регулируемый, но у нас остается действительно улица Красногвардейская, значит, последний объект, который, в общем-то, вот из этой линии, значит, необходимо отремонтировать, и Дортехнологии закрывают для того, чтобы выполнить последнее поверхностное покрытие с бетонными минеральными смесями, ну, и, в общем-то, необходимо этому покрытию будет выставиться день без воздействия автомобильного транспорта, то есть, ну, и после этого, чтобы гарантированно отстоял гарантийный срок. Ну, оценили ли вообще автолюбители новую вот эту схему движения на Красногвардейской, заводской Горошниково, о том, что кольца сейчас нет, перекресток, появились новые светофорные объекты? Ну, я думаю, что да, да, и вы заметили тоже, насколько проще стало сам въезд по той же улице Красногвардейской, то есть, и на сегодняшний день не выстраиваются хвосты туда, до улицы Кулибина, как это бывало, когда это было кольцевое движение, потому что необходимо было пропускать транспорт с улицы Заводской, конечно, все это намного разгрузило, в общем-то, сам въезд в город, да, и транспортное движение. Ну, вот. Транспортная развязка у остановки музея, там работы продолжаются еще. Расскажите, как идут, на какой стадии, когда... Ну, там работает та же компания «Дельта», которая выполняла работу по реконструкции этого перекрестка, понятно, что вот по завершению все свои основные силы теперь перешли туда, на улицу Островского, в общем-то, несмотря, или вернее, благодаря тому, что контракт был заключен только в июле месяце, это был последний, ну, один из последних контрактов на выполнение работ по реконструкции, ремонту дорожного полотна. Значит, у нас нет никаких сомнений, что они в положенные сроки, то есть до конца сентября, начало октября месяца, выполнят и сдадут все с надлежащим качеством. А там тоже предусмотрена новая схема движения, да? Изменение схемы движения, да. Об основных изменениях расскажите. Ну, во-первых, там уйдут те клещи, которые у нас на сегодня на улице Ленина присутствуют, когда те, кто двигались по улице Челюскинцева, поворачивают на улицу Островского, да, то есть въезд с Челюскинцев на Ленина сохраняется здесь, а движение в сторону Галяна-Горбуновского массива будет с поворотом направо, то есть не мимо здания горсовета, а с поворотом направо, будем уходить практически туда до трамвайного кольца и дальше подниматься по улице Островского. То есть таким образом получится, ну, довольно такое большое кольцо, но тем не менее пропускная способность его, ну, будет гораздо выше. Я думаю, что тоже позволит нам уйти вот от тех пробок в часы пик, которые у нас собирались на плотине по улице Челюскинцев и здесь по Ленина в сторону Галяна-Горбуновского массива. Хорошо. И улица Индустриальная. Единственное, где проводится капитальный ремонт. Расскажите сейчас, как обстоят дела там. Ну, мы уже с вами, когда обсуждали, я все время напоминаю, что, в общем-то, нормативный срок по проекту, который по ремонту, он превышал 14 месяцев, да, и это вот желание заказчика, согласованное с подрядчиком. То есть мы посмотрели графики и сроки выполнения ремонта сжаты до одного строительного сезона. То есть у нас тоже нет сомнений, и вот буквально на днях должен открыться перекресток, как фестивальное восточное шоссе, который тоже уходит с кольцевого, да, и становится Т-образным перекрестком, регулируемым, светофорным. Ну и, в общем-то, приступаем к выполнению уже, то есть дорожная одежда собрана, то есть закрытие дорожного полотна по части улицы Индустриальной. Там тоже никаких сомнений нет, что работы будут выполнены в сроки, да, я думаю, что, ну, началом октября, наверное, движение там будет восстановлено, да, ну, или, по крайней мере, середина октября. Останутся работы, которых тоже очень много, по восстановлению благоустройства, по строительству системы или сети наружного освещения, тротуарной части, зеленой зоны. Помимо вот таких основных развязок, очень много других дорог ремонтируется, да, в разных районах города. Периодически комиссия их принимает. Комиссия у нас состоит из представителей администрации города, из общественников. Расскажите, много ли нареканий к подрядчикам? Как ведет процесс приемки дорог? Нет, ну, да, в этом году, это первый год введена подобная практика, да, что кроме профессиональной комиссии, в которой, значит, в общем-то, всегда входили там представители службы заказчика, технический надзор, строительный надзор, ГИБДД, то есть, ну, вот, скажем так, вот, надзорные структуры. То есть, создана общественная комиссия по приемке работы, и очень здорово в этом году. Конечно же, замечания от этого увеличились, да, и требования от этого к подрядчикам, они тоже увеличились. Но, тем не менее, вот, в общем-то, в рабочем порядке все эти замечания устраняются. Очень много, или очень много внимания, да, скажу так, незамечаний или требований в этом году к благоустройству вдоль дорог, да, потому что это тоже элемент дороги, мы тоже об этом много говорили, о том, что все газоны, да, это как раз разделительная полоса, допустим, от пешеходной зоны, отсутствие там дикорастущих зарослей или подстриженные кустарники, это треугольники видимости или видимость пешеходных переходов, которая тоже на дороге должна присутствовать. Поэтому это все элементы придорожного полотна, то есть, они должны выполняться в соответствии со сметной документацией. Ну, вот, в целом, беспрецедентные деньги были выделены городу, да, вообще на ремонт дорог. Да, в этом году. Может быть, у кого-то были сомнения, сможет ли город их освоить, и сейчас вот уже, вот, вступая в финальную стадию, вы как оцениваете? Все получилось? Ну, давайте все-таки дождемся, значит, когда последнюю ленточку разрежем, но, а вообще, довольно серьезный уровень по организации этой работы здесь был поставлен, и, конечно же, ежедневный личный контроль, значит, главы города, Сергей Константинович, который имеет колоссальный опыт по реализации таких масштабных проектов, то есть, это все позволило нам, в общем-то, пройти, потому что еще с апреля месяца многие вопросы разбирались и стояли на контроле, такие как по обеспечению тем же фракционным щебнем, по обеспечению железобетонными изделиями надлежащего качества, по отбору подрядных организаций, которые выполняют работы. Я могу сказать, что сегодня все основные подрядчики, которые работают в городе Нижний Тагил, то есть, входят, ну, если там не в пятерку, но в семерку точно, значит, самых крупных дорожно-строительных предприятий области. Поэтому все это вот вкупе, вот, ну, наверное, позволило достигнуть такого результата. И о других строящихся объектах, которые тоже видят эгильчане, театральный сквер, что там происходит, он обнесен забором, до какой стадии тоже строительство? Я думаю, недолго осталось ждать, да, и, в общем-то, по крайней мере, такие задачи, правда, тоже стимулирующие темпы стоят, чтобы 25-го числа, в общем-то, мы могли, значит, раскрыть, да, и предвидеть взор у тагильчан обновленный, значит, вот этот вот театральный сквер, да, или экспланаду от площади сюда к набережной Нижнего Тагильского опруга. Очень много работ сегодня идет по озеленению города, вы видели тоже, да, сейчас вот как раз август-сентябрь будет сделан упор на высадку зеленых насаждений, которые кустарники, деревья, и работы на площади Славы, то есть там несколько с запозданием, ну, по причине, там, задержки конкурсных процедур, но, тем не менее, объемы там тоже колоссальные, на сегодняшний день подрядчик работает, там очень много бетонных работ, очень много работ по мощению, вот, поэтому тоже идут в графиках, тоже находятся на контроле на постоянном, ну, в общем-то, стараемся все вопросы снимать оперативно, в том числе помогая по обеспечению материалами, там, по решению, там, энерговопросов, финансовых вопросов. То есть на площади Славы работы должны завершиться тоже в этом году, да, несмотря на то, что начали несколько позднее, или с продолжением на следующий год? Совершенно верно, да, то есть там, я думаю, что все-таки, ну, если Бог смилуется, погода смилуется, и даст нам еще отработать октябрь месяц, да, для того, чтобы можно было поработать по бетонным работам, я думаю, что, в общем-то, должны будем завершить. И последний вопрос у меня о том, как идет реализация программы лифт, установка лифта в многоквартирных домах, тоже очень грандиозные планы были, да, на этот год очень большие средства были выделены. Ну, не очень большие средства, хотелось бы больше, почему? Потому что, конечно, эта работа как раз не завязана на строительный период, да, и, в общем-то, потребность, мы тоже говорили с вами, практически из 1700 более 500 лифтов отработали нормативный срок службы, некоторые переходили уже даже кратно, то есть вместо 25, там, 35 лет проходили, да, и, в общем-то, поскольку это все-таки поднадзорные подъемно-транспортные механизмы, ну, в общем-то, довольно серьезная проблема это в городе. В этом году 214 лифтов по плану мы должны заменить, провести эти работы. На сегодняшний день в работе находится порядка 180 лифтов, 80 из них уже сданы. Я думаю, что к концу сентября, то есть, в общем-то, программа, ну, этого года будет полностью реализована, останутся там, ну, наверное, какие-то общестроительные работы, связанные там с побелкой, с покраской, да, там, приведение там даже не шахт-лифта, наверное, лифтовых самих комнат. То есть лифты будут все уже ходить и работать, то есть находиться в рабочем состоянии. Ну, то есть потребности города-то не ограничиваются вот этими двумя стами, да, лифтами? Может быть, на следующий год планируются ли средства на продолжение этой программы? Мы на сегодняшний день направили все необходимые заявки в область для того, чтобы попасть и в областную программу по 644-му, постановлению правительства, которые идут, и отдельно заявку отправили, значит, в соответствии с постановлением правительства, которое утверждало программу социально-экономического развития города Нижний Тагил. То есть, ну, сейчас все будет зависеть от того, как сложится областной бюджет, как наш бюджет сложится и как мы войдем в 2014 год. Хорошо, спасибо, Константин Юрьевич, за беседу. Вам остается только попрощаться с телезрителями. Всего доброго, спасибо. А у нас на очереди новости спорта, а не переключайтесь. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Прошедшая неделя отметилась несколькими яркими событиями. Заключительный матч в межсезонье с «Челметом» спутник отыграл блестяще. Четыре шайбы забросили наши хоккеисты против двух челябинских. «Челмет» получил удаление в первом тайме, чем не применил воспользоваться «Спутник». Выйдя вперед, тагильчане почти все оставшееся время держали уверенное преимущество. 10 сентября «Спутник» встретится с Рязани уже в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Молодежный хоккей также набирает сезонные обороты. Юниор «Спутник» начинает игры молодежной хоккейной лиги нового сезона. Команда готовится серьезно, появились новые игроки. Данил Манеров, Роман Шалягин и недавно приехал новый защитник из Казахстана Дмитрий Кислицын. Пока главной задачей ставится выход в плей-офф, ну а дальше больше. Касаемо прошлого сезона, не ошибается тот, кто ничего не делает, рассказывает Владислав Хромых, главный тренер команды. Мы подопечным внушаем, что каждый должен иметь психологию победителя, ведь ребята, соперники, они такие же, только против нас играют. Первым таким соперником сегодня и завтра выступит ангарский ермак. А в шахматно-шашечном центре тщательно готовятся к приему участников этапа Кубка России по шахматам среди мужчин в рамках 9-го традиционного мемориала почетного президента Нижне-Тагильской шахматной федерации Евгения Георгиевича Зудова. Тагильская шахматная федерация решила обновить спортивный инвентарь и приобрела к открытию соревнований 50 новых шахматных столов, произведенных одной из тагильских фирм. Шахматные столы в шахматно-шашечном центре не менялись давно и требовали обновления. Так что участники открывающегося на следующей неделе соревнования смогут играть с комфортом. Алексей Южанин, Анатолий Тютин. Это были спортивные итоги недели специально для программы «Неделя в Тагиле». Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова